Приветствую вас, мои дорогие! С вами Жанна Фетисова. Всех с Новым Годом, с наступившим! Давайте будем развлекаться, отдыхать, заземляться и распаковывать вместе адвент календарь. Календарь называется Блиссим Крисмас Календарь. И, честно говоря, я ничего о нем не слышала никогда, не знаю. Но, как оказывается, в Германии это популярный сервис. Бьюти-боксы у них, по-моему, регулярные. И вот к Новому Году выходит календарь. Какие бренды засвечены на упаковочке. Собственно, вот поэтому я и ориентировалась. Все уже посчитано до меня, теми, кто продавал этот календарь. И, в общем-то, я этим людям доверяю в два, по-моему, с половиной раза здесь наполнение превышает содержание. Ну, в общем-то, не самая главная выгода для меня. Для меня интереснее именно такой, как арт-объект, развлечение. Да, это я календарь распаковала. Смотрите, что творится. Вот. Сразу же все прибежали и легли. Такие смешные. У нас тут коробочки. То есть, не нужно будет протыкаться. А то я замучилась с этими неудобными упаковками. Так, два, один. Вот номер один. И календарь, и такая невзрачная упаковка в Кадали, что фокусируется на календаре в итоге. Итак, это Pure Fine Gel Cleanser. То есть, это гель для умывания, для чистительной кожи. И это замечательно, потому что я не пробовала вот такой гель. А бренд Кадали мне нравится. Но, мне кажется, немножко у них завышенная цена, как вы считаете. Потому что в некоторых средствах спирт есть. И даже частенько встречается спирт. Ну, ладно. Гель мы попробуем. Этому я рада подарку. Этот гель я попробовала на следующий день. Даю вам отзыв. Очень нежный, приятный аромат каких-то трав. Немножко эфирных масел. Он тонкий. Бенку дает незначительную, очень легкую. И, наверное, он подойдет больше для того, чтобы умываться, когда на лице нет макияжа. Например, по утрам. Ну, или если в течение дня вы его не наносили. Мне понравился. Буду использовать с удовольствием. Даю номер два. Должны быть, наверное, какие-то румяна в стике. Это замечательно. Если так, я кремовые румяна люблю. Да, ой, как здорово. У меня заканчиваются от влайн. Уже фактически закончились румяна в стике. И вот этот я с удовольствием попробую. Нет, это не рыжий. Это скорее персиково-розовый. И здесь есть блеск. Не блестки, а вот именно такой перелив, перламутр. Ну, по-моему, симпатичный оттенок. Должен освежать. Итак, номер три достаем. Вот аккуратненько. Название какое-то знакомое. Алголоджи, да? По-моему, в золотом яблоке я видела. Косметика такая небюджетная. Бустер увлажняющий. Ага. Нет, не золотой яблок. Оревгушь я вижу. Алголоджи здесь представлено. Ну, сейчас хорошие скидки. 40%. А так-то цены, в общем, немаленькие. Смотрите-ка. Лифтинг-крем. 3 900. Это уже со скидкой. Ничего себе. Вот он этот бустер. 3080 со скидкой. 3 850 вообще-то стоит. Прилично, прилично. А что здесь из-за описания? Восстанавливающая эластичность, баланс кожи, концентрат 97% натуральных. Не содержит парабенов, минеральных, моральных масел, афталатов. Силикона нет. Гиалуроновая кислота, морская вода, экстракт водорослей. Так, ну, в общем-то, это морская такая сыворотка. Ну, что ж, попробуем. Интересно. Номер 4 нашелся. Это Maracan Oil Light. О, как интересно, а что это? А почему Light? Интересно. Нашла на Gold Apple в золотом яблоке. Но цены, конечно, смотрите. Вот они, эти масла, все легкие, light. Ничего себе цены. Как я понимаю, это только для волос. Но где-то на разных сайтах, вот он, Light, да, есть описание масла для тела и волос. Поэтому, наверное, таким образом я и буду использовать, потому что это просто натуральное масло. Опять нашла. Ну, такие все небольшие, да, миниатюры и дорожные версии. Ну, дорожные скорее. Так, флораль, ирис пачули. О, это крем какой-то ароматический. Вот этот, наверное, я открою. Сейчас попробую, что за аромат ирис пачули. Интересно. Ну, да, это вкус. Ну, я вам скажу, что-то мне Герлен напоминает классический. Базу какую-то Герленовскую. Серьезно. Крем, я думала, с блесточками. Нет, нет, он просто такой вот бежевый. Я думаю, что для рук буду использовать. Интересно, действительно, название у бренда. Кто знает, напишите, пожалуйста, как правильно читается. Я ни разу не сталкивалась. Вот видите, такая достаточно густая консистенция. И аромат очень ценится. Тоже здесь положительные отзывы. В топе, в топе он для тела и для рук. Такой ароматический крем. И очень много растительных концентратов, авокадо. Видите, масло очень должен быть питательным. Вероятно, если он в ответ на календаре, то это очень популярная косметика в Германии. У них так, у них не что попало кладут в календаре, а то, что действительно популярно. Так, шестой номер наверху. Гуаша. А, ну понятно, это маленькие гуаши. Кстати, вы спрашивали, пользуюсь ли я. Вот этот из камня у меня. Да, у меня тоже такой вот зелененький. И я пользуюсь не часто. Но да, мне нравится. Массаж на масле я делаю. Этот не буду даже распаковывать. Наверное, подарю кому-то. Так, седьмой рядышком. О, как интересно. Эмбриолиз. Я хотела попробовать, но я крем хотела купить. А здесь маска. Увлажняющая, интенсивная. Здорово, если ее не нужно смывать. Сейчас почитаем. Ремоп от 15 месяцев. То есть здесь нужно будет снять ее через 15 минут. Здесь хороший набор масел, увлажнителей и так далее. Я думаю, что снять это не значит умыться. Наверное, все-таки протереть может быть просто кожей и всего. Это было бы логично. Ну ладно, попробую. И потом вам расскажу. Номер восемь у нас вот здесь. Что за бренд такой? Мимитика. Что это? Что-то такое? Фейс-крем или что это? В нем все натуральное. Такое натуральное. Он такой странненький. Нужно будет об этом бренде почитать. Что это за self-toning face cream? Ну, действительно, наверное, это крем-выравнивающий тон. Возможно, с легким автозагаром. Возможно. Поэтому у него такой странноватый запах. Ну, будем пробовать. Позвольте. Просто удивительно питательным. И таким приятным на лице. То есть прежде всего это хороший уход. Как бы ни странно это прозвучало. И уже во вторую очередь это автозагар. Причем довольно-таки яркий. И я была удивлена, что настолько быстро он проявляется. Для тех, кто любит яркий оценок загара. Я поэкспериментировала. Ну, мне понравилось. Было так свеженько. На коже выглядело хорошо. Но для меня, конечно, темновато. Наверное, нужно наносить совсем небольшое количество. И, возможно, даже на какую-то увлажняющую сыворотку. Тогда будет более тонкий оттенок. Но питание просто замечательное. Он на масло. Этот календарь интересен тем, что можно открыть для себя новые бренды. Что сейчас вот в Германии популярно. То здесь собрано. Номер 9 смотрим. Шампунь Color Safe. То есть сохраняющий цвет. Хорошо. Номер 10. Маска пилинг на 10 минут. И смыть. Будем пробовать. Если вы что-то из брендов знаете, особенно если живете в Германии, напишите, пожалуйста, как вам. Потому что для меня половина, ну, большая даже часть новая. И, в общем-то, за этим я календарь и заказывала. Как вы уже поняли. Так у нас с вами был какой? 9, да? Или 10? 10. Теперь мы ищем 11. Вот он. Написано. Your body is magic to care of it. Если эта штука будет о вас заботиться, то ваша кожа станет просто выглядеть как магия. Магическое. Потрясающе. На всех иностранных сайтах есть. У нас вот только вариант перевода на джуме. Но везде вот такая цена. За 16 грамм представляете? Мыло это Natural Face Wash. То есть это мыло для лица. 12 номер. Вот такой длинненький. Здесь крем-кондиционер для волос. The Secrets. The Lovely. Так, ну что тут? Ну да. В общем, это кондиционер. Это надо пробовать. И это совсем мне неизвестный бренд. А вам напишите. 13. Коробочка большая. Но что-то там такое легенькое. Blend Creme. Chanselize. Des Chanselize. В общем, это французский тоже бренд. Ну вот смотрите. Мы с вами можем сделать вывод, что очень популярна французская косметика. В Германии. Видите, сколько французских здесь? Вот как ни странно. Я почему-то думаю, что и немецкие бренды здесь тоже будут. Номер 14. Бренд Polar. Polar, кстати, у нас точно есть. Мне показалось, что это крем по типу Colt. Крем питательный для всех частей тела, для лица, для губ и так далее. В холодное время года использовать можно, потому что здесь такие вот снежинки, да, все про снег. Казалось бы, это именно вот такая должна быть линейка, но нет. Это антивозрастной уход. Нашла на золотом яблоке на сайте. И да, действительно антивозрастной регенерирующий крем оказался. Звенадцатый аккуратненько вынимаю. Brave New Hair. Тут должны быть новые волосы. На боку лежал. И весь продукт уполз куда-то на бок. Кератин, маска, концентрат. Ну, хорошо. Я думаю, что с кем-то поделюсь. Я масочками таким не пользуюсь, но короткие волосы нет смысла это пробовать. Звенадцатый. Найдем сразу. О, тут мое масло любимое от Nux. Я от него просто в восторге. Хьюл Прадежьез. Маслица. И, открою вам секрет, заказала его через эту же самую девушку на Лук Фантастика. В большом объеме. Там что-то еще с каким-то подарком оно продавалось. В общем, да. Скоро оно ко мне приедет. Я его обожаю. У него такой аромат нежный. Вот этих белых цветов с пудрой. И такой тонкий-тонкий. И там еще нотка свежести в нем присутствует. И замечательно питает кожу. Наношу каплю буквально. Он очень здорово растекается, расходится. Там, видимо, еще что-то такое. Кроме масла есть, что скользит. А может быть, какие-то легкие силиконы. Ну, наверное, потому что так хорошо распределяется по коже. Вот эти вот сухие масла. И этот аромат. И так мало его нужно. В общем, вот такой штучки хватает надолго. Ну, я запаслива, как вы знаете. Но я от него. И аромат, конечно, восхитительный. 11-ый открываем. Bloom Blush. Rose Infused Blush. Интересно. Ой, ребята, как красиво-то. Смотрите. Правда, пигмент. То есть, такое что-то между хайлайтером и румянами. Опять же, между розовым и коралловым. Обратите внимание, что вот это уже второй продукт. Вот в таких, ну, плюс-минус этот, конечно, более розовый оттенках. Ой, я очень рада, потому что я люблю румяна. И вот это не совсем даже, я бы сказала, сухое. Как будто пудрово-кремовое, что-то такое. В общем, интересное средство. Розочка такая. Кто пробовал, напишите, пожалуйста, вот это Bloom Blush. Шла 18-ый. И, хотел сказать, ура, ланком. Нет, ла-ка-на-пе. Не знаю, что такое ла-ка-на-пе. Ну, наверное, канапе в буквальном смысле. Так, это 100% что-то там натуральное. Наверное, какие-нибудь водоросли, смотрите. И это гель для умывания, Black Gel. То есть, черный гель для умывания, бедная раковина. Ну, я надеюсь, что это хорошо смывается. Вот интересные штуки у них, да, популярные. Смотрите, как показательно. У нас совершенно другие бренды в фаворе. Но что-то, конечно, мы с вами знаем, да. Вот Polar, Kadari, понятно, известно. Nux. Ну, Embryolist продается. Ну, и все. Дальше этот вот совершенно все новое. Номер 19. Слушайте, интересно, смотрите. Diablek Tomat. То есть, это дьявольский томат Garantia, да, бренд называется. Или Brevet. Что? Что из этого? Давайте посмотрим. Опять же, Франция. Смотрите, все из Франции. Вот мы теперь про Германию все знаем. Масок видела и кремов тоже с томатом. Но интересно будет попробовать. Конечно, совсем не бюджетный. За 30 миллилитров получается в районе почти 4 тысяч рублей. Экстра увлажняющий, подтягивающий, пламбленный такой наполняющий для лучшего качества кожи крем. И что интересно, в нем кровь дракона. Ну, то есть, вот эта самая знаменитая смола и экстракт томата. Номер 20. Huygens, да, La Creme Visage Elixir Nuit Night Cream, да. Да, антивозрастной какой-то ночной крем. Ничего абсолютно от этого бренда не пробовала. Вот этот Huygens, даже не знаю, чей он. Ну, вот по артиклям, наверное, все-таки французский бренд. Дорогущий крем. Так, натуральные активные ингредиенты. Коллаген, рассвератрол, гиалуроновая кислота, органовый маск. Наверное, пышная текстура. Интересно, как описывают. 21. Тоже вот такой длинненький. Lighter is best. Ну, хорошо бы, чтобы это действительно было осветление лучшее. Чем светлее, тем лучше, да. Называется бренд. Не хочет, смотрите, на нем фокусироваться никак. T, по-моему. LW. И это, скорее всего, также из Франции. А, нет, это Австралия. Австралия. И я так понимаю, что это даже шампунь. Да, шампунь. Посмотрим, посмотрим. Не пробовала. 22. Мне, конечно, все-таки желательно, чтобы попадалось что-то для лица и тела, а не для волос. Потому что, ну, когда короткие волосы, много они требуются. Ой, ну, это я даже не знаю. Это я кому-то точно отдам. Я просто не знаю, кому это нужно сейчас. Ну, тут они, конечно, такие хитренькие. Хотя, качество хорошее, заколок. Да, их не стыдно дарить. Качество хорошее. Они не дешевые, эти заколки. Но все-таки мне хочется... Вот я как раз говорила, да. Что мне хочется? Уход, а не заколки. Там есть два номера. Давайте, поражайте нас. Blushed. Тушь черная. Черная тушь. Always Beauty First. Ну, я так понимаю, что это что-то популярное там, да. Надеюсь, что не сильно он будет кусками ложиться на ресейте. Я слишком большой объем не люблю. По-моему, вот она как раз должна быть такая сухая. Ну, и у нас с вами последний номер. Ну, прям такой тяжелый. Я надеюсь, что там что-то такое полезное и интересное. Потому что вот до того, как мы нашли заколки и шампунь, мне все нравилось. Все устраивало. Все новенькое. Все как раз то, что я и хотела пробовать и давать отзывы на новую абсолютную косметику, которую раньше не пробовала. Ну, что, открываем. И, ну, вот это я понимаю. Hello Body Rose Velvet. Называется Balance and Dent and Night Taste Fluid. Это флюид для лица. Полный размер 50 миллилитров. Замечательно балансирующий день и ночь. Аромат очень нежный, тонкий. Ну, я бы даже не сказала, что розой пахнет какой-то, ну, может быть, шиповником чуть-чуть. Текстура действительно легкая. Ой, это замечательно. Я думаю, что оставлю его на лето. Потому что вот такие флюиды для кожи балансирующие, именно они хороши на лето. Ну, что ж, вот такое было наполнение. За исключением заколок этих. Я, конечно, их подарю. Какому-то ребенку, наверное, подойдут. И шампуни. Ну, они маленькие, ладно. Кондиционер можно попробовать. Может, маску для волос кому-то тоже подарю. Вот все остальное мне очень понравилось. И восхитительно, что есть двое румян. Это вообще замечательно. Что есть кремы антивозрастные, маски даже. Это хорошо. Как вам такое наполнение? Обязательно буду все пробовать. Постепенно вам расскажу о том, что есть что, что из себя представляет. И, возможно, у нас также эти бренды представлены. Просто, ну, мы их с вами не знали, не замечали. Также интересно будет попробовать мыло для лица. Чувствуется прямо, что там есть масло. Пишите, что пробовали. Я надеюсь, вам было также интересно, как и мне открывать эти коробочки.